уважаемые коллеги здравствуйте мы с вами продолжаем говорить о том как следует составлять отчеты понятным языком и урок у нас с вами сегодня номер 4 под названием сокращение отчета без потери смысла цель отчета это представить полно результаты проверки при этом полнота ни в коем случае не предполагает избыточность отчет должен быть информативным работая над текстом вы должны придерживаться некоторых принципов чтобы сделать ваш отчет понятным доступным для понимания первый принцип которому мы следуем текст отчета должен быть кратким или иначе говоря емким и сжатым но не в ущерб смыслу что это значит текст доступен в интернете для любого человека может ознакомиться естественно с ним каждый и если вы будете представлять текст без лишней второстепенной информации то читатель конечно же потратит меньше времени чтобы ознакомиться с результатами мероприятия например если вы хотите дать краткую характеристику организации в отчете то не следует помещать всю информацию доступную вам об этой организации в интернете официальное описание организации автодор содержит информацию о структуре организации о ее задачах целях и в отчет включать нужно не все наша задача в отчете показать как работает организация проанализировать ее деятельность поэтому в отчете отразите только виды деятельности организации автодор если же желание показать всю информацию об организации сохраняется то используйте для этого приложения там вы можете рассказать все что известно и доступно об этой организации следующий принцип принцип номер два мысль в отчете должна быть сформулирована ясно как мы можем этого добиться для этого же мы составляем с вами тезисный план при подготовке отчета помним что один абзац это одна мысль не следует перегружать предложение подробностями посмотрите пожалуйста на несколько примеров далее и оцените как можно было бы сократить текст без ущерба смыслу мы с вами видим что часть информации легко исключается из текста ссылки на юридические документы оформляются в виде сносок не забывайте об этом когда будете формулировать текст отчета принцип номер три текст должен быть убедительным когда вы указываете результаты проверки подкрепите их конкретными примерами подтверждающими ваше наблюдение подробное описание всех выявленных нарушений недостатков не нужно предлагайте их обобщенную характеристику эту же характеристику вы должны сопроводить впоследствии наиболее значимыми фактами и нарушениями детали оставьте для представлений которые вы направите впоследствии руководительной организации не забудьте также как то или иное нарушение повлияет на деятельность организации принцип номер четыре гласит следует отказаться от пустых фраз что это значит мы с вами конечно упрощаем текст отчета но не делаем его примитивным когда мы можем отказаться от каких-то фраз когда эти фразы не несут никакого смысла очень часто такие фразы слова словосочетания называют стоп словами и первыми словами от которыми вы можете смело отказаться являются вводные слова водные словосочетания или другие конструкции они помогают вам структурировать информацию в тексте однако же во первых во вторых в третьих затрудняет восприятие информации зачем перечислять с помощью водных слов если можно предложить структурированный список чрезмерное использование скобок тоже затрудняет восприятие информации когда вы помещаете много текста в скобки то для читателя создается впечатление что эта информация не главное поэтому сделайте следующее если информация важная то доставайте ее из скобок а если информация не нужна то вычеркните ее или унесите в сноски посмотрите как это можно было сделать на этом слайде юридическую информацию также не следует давать скобках оформите для этого самостоятельные сноски и тем самым станет легче понимать суть написанного на что нужно обратить внимание сокращая текст отчета во-первых объем текста отчета не должен превышать восемьдесят одну тысячу знаков достаточное ограничение если же у вас отчет посвящен нескольким направлениям деятельности счетной палаты или готовится по результатам совместных или параллельных мероприятий или включает анализ пяти и более организаций охватывает период более трех лет то объем отчета может быть увеличен до ста восьми тысяч знаков такая рекомендация сейчас не содержится в стандартах по подготовке отчета но будет впоследствии принято и ее следует соблюдать что еще следует сделать чтобы сократить текст отчета числовую информацию перенести в графике диаграммы в таблице схемы рисунки не стоит дублировать словами график или таблицу откажитесь от этого когда вы будете готовить отчет решите сразу что можно показать в таком виде и сразу текст станет намного легче если числовой информации много в отчете то можно использовать приложение и поместить эту информацию там кроме того в приложении мы можем с вами унести и описание методологии расчетов информацию которая имеет ограниченное распространение или содержит государственную тайну уберите юридическую информацию в сноске и используйте специальные термины аббревиатуры сокращение только в том случае если вы их употребили не стоит сразу сокращать название организации или какого-то мероприятия если читатель ни разу не видел его в тексте и так давайте попробуем представить что следует сделать чтобы сократить фрагмент текста который вы видите сейчас опираемся на сформулированные принципы на следующем слайде вы как раз увидите результат что же мы сделали мы сделали следующее структурировали абзац разбили на несколько предложений представили некоторые данные в виде списка а также убрали юридическую информацию сноски убрали повтори лишние слова скобки все теперь текст написан кратко емко и содержательно поэтому когда вы будете работать со своим текстом придерживайтесь названных принципов убирайте информацию в приложении если есть необходимость исключайте повторы исключайте числовые данные представленные в виде описания текстом и используйте графики диаграммы для того чтобы сделать иллюстрации наглядными если вы сомневаетесь удалось ли вам сократить текст отчета удачно без ущерба смыслу то вы можете воспользоваться электронным ресурсом для того чтобы определить насколько удачно теперь текст выглядит например этот ресурс который вы видите сейчас на слайде помогает увидеть слова которые мешают затрудняют восприятие текста эти слова можно либо заменить либо исключить и так в уроке номер 4 мы с вами обсудили как следует сокращать текст без ущерба смысла мы сформулировали основные принципы а также у нас с вами есть небольшая подсказка электронный ресурс который поможет нам понять правильно ли мы используем наши принципы сейчас мы с вами прощаемся и увидимся на следующем уроке уроке номер 5 мы будем говорить о тавтологии до свидания а а а и Продолжение следует...